Бактериофаги. Пожиратели бактерий. Являются ли это концом эры антибиотиков? Вы задумывались, почему бактерии еще не захватили власть над природой и почему их количество в окружающей среде всегда приблизительно одинаковое? Что мешает им размножаться в водоемах и почве? Что защищает планету от избытка бактерий? Ответы на эти вопросы получили еще в прошлом веке, когда наткнулись на род вирусов, которые заражают не человека или животных, а бактерии. Увидев под микроскопом, как под действием этих вирусов среда очищается от бактерий, французский ученый Феликс Деррель назвал эти микроорганизмы бактериофагами или пожирателями бактерий. Бактериофаги были открыты на 20 лет раньше пенициллина. Но, когда появился первый антибиотик, успешно убивающий сразу многие бактерии, о бактериофагах забыли, а исследования приостановили. С началом 21 века человечество встало перед серьезной проблемой – бактерии, вызывающие болезни, приобрели устойчивость к антибиотикам. И доктора в поисках нового антибактериального средства вспомнили о хорошо забытых бактериофагах – натуральных киллерах бактерий. От Ганго до лаборатории Наслед бактериофагов ученые вышли еще в 19 веке. В 1896 году английский бактериолог Эрнес Ханкин поехал в Индию, чтобы исследовать свойства воды в реке Ганг. Эта река у индусов священна. Местные жители верят в целебные свойства ее вод. Но там, как известно, царила полная антисанитария. Люди купались в реке, сбрасывали в нее трупы животных и умерших от холеры людей. Но, тем не менее, эпидемии кишечной инфекции не возникало. Что-то препятствовало размножению возбудителя холеры. Ханкин предположил, что вода индийских рек содержит неизвестную субстанцию, которая оказывает антибактериальный эффект и препятствует распространению бактерий. Этим, тогда еще не опознанным лечащим объектом, были именно бактериофаги. Оказалось, что, благодаря им, возбудитель холеры в реке Ганг гибнет за три часа, в то время как в обычном водоеме разрушение занимает почти двое суток. Фаги широко распространены в природе и обитают не только в водоемах, но и в почве, в организме человека и животных. Словом, там, где есть бактерии, есть и их вирусы-пожиратели. В чистой природной воде на каждую бактерию приходится как минимум 10 фагов. Пока бактерий в среде мало, шансы на то, что фаг найдет свою бактерию, небольшие. Но когда обстоятельства позволяют возбудителям инфекции размножаться, рядом с бактериофагом появляется скопление бактерий, и киллер и жертва встречаются. Бактериофаги как лекарство. Враг моего врага – мой друг. Этой фразой можно описать принцип фаготерапии. Большинство ученых сходятся во мнении, что именно бактериофагам принадлежат будущее в борьбе с инфекцией. Их активное использование может помочь преодолеть устойчивость к антибиотикам, очистить организм и окружающую среду от многих возбудителей. Даже если человечество в какой-то момент останется без эффективных антибиотиков, мы все еще можем бороться с возбудителями с помощью натуральных пожирателей бактерий. Главная особенность бактериофагов в том, что они атакуют только бактерии, не действуя на человеческие клетки. Как действует бактериофаг? Фаги используют бактериальную клетку для создания своего потомства. Полностью порабощают бактерию, заставляя ее внутренние органы создавать частицы бактериофага. Такое взаимодействие называют абсолютным внутриклеточным паразитизмом. Почти 96% бактериофагов внешне выглядят как сперматозоиды. У типичного пожирателя бактерии есть головка и хвост. Хвост состоит из основного стержня и жгутиков, напоминающих паучьи ножки. В головке содержится генетическая информация бактериофага и ферменты, а хвост предназначен для прикрепления к поверхности бактерий. Бактериофаг уничтожает бактерии следующим образом. Находит на бактерии нужный белок-мишень или рецептор и садится на него своим хвостом. С помощью шипов на хвосте он плотно прикрепляется к клеточной стенке. Далее вирус выделяет ферменты, растворяющие наружную оболочку бактерии, и высверливает в ее стенке отверстия. Через прокол бактериофаг впрыскивает свой геном в бактерию, но оболочка фага остается снаружи бактерии. Когда ДНК фага проникает в ядро бактерии, последняя теряет свою индивидуальность и перестает контролировать внутриклеточные процессы. Вирус полностью перестраивает обмен веществ внутри клетки и заставляет бактерию синтезировать белки будущих фагов. Из белковых молекул собираются новые бактериофаги. Когда их количество становится критичным, бактериальная клетка набухает, а ферменты вируса разрушают ее стенки изнутри. В результате клетка взрывается, и новое поколение бактериофагов выходит наружу. Весь цикл длится от нескольких минут до нескольких часов. В среднем бактериофаг воссоздает свое поколение за 20-40 минут. Это самая высокая скорость размножения, которой обладают подобные организмы. За один цикл из одного фага образуется 100-300 новых пожирателей, которые готовы атаковать остальные бактерии в очаге воспаления. Подробно о различных видах бактериофагов читайте в нашей статье, доступной по ссылке под видео. Чем бактериофаги отличаются от антибиотиков? Антибиотики – это лишь химические соединения, которые в природе выделяют ряд грибов. Бактериофаги являются живыми организмами. По сути, они работают как микроскопические роботы, но запущенные не с помощью нанотехнологий, а самой природой. К бактериофагам чувствительны 70-90% штаммов возбудителей. Самые эффективные антибиотики широкого спектра могут подавить от 60 до 90% бактерий. То есть по эффективности бактериофаги не уступают антибактериальным препаратам, но при этом они имеют множество преимуществ. Преимущества бактериофагов Первое и самое главное преимущество бактериофагов – отсутствие побочных эффектов. Их прием абсолютно безопасен для человека, но одновременно очень эффективен для борьбы с инфекцией. Фаги – самостоятельные борцы против бактериальных инфекций. Состояние иммунной системы человека не влияет на работу фагов. Они действуют избирательно только на те бактерии, у которых есть особые сигнальные белки на поверхности – рецепторы. При этом на одну бактерию может подействовать только ее личный бактериофаг. И этот же фаг не сможет уничтожить другой вид или даже группу бактерий. Поэтому, если вы принимаете бактериофаг, вам не грозит дисбактериоз кишечника и связанный с ним понос – диарея или грибковая инфекция. Вам не потребуется дополнительный прием противогрибковых средств или пробиотиков, как это бывает при приеме антибиотиков. Таким образом, фаготерапия не только эффективна, безопасна, но еще и позволяет сэкономить на лечении. Сравним антибактериальное действие бактериофагов и антибиотиков в организме. Когда в очаг воспаления попадает бактериофаг, он размножается и уничтожает все чувствительные к нему бактерии, пока орган не будет очищен полностью. После каждой уничтоженной бактерии в среде образуется несколько сотен бактериофагов, а значит, принимать дополнительно дозу не нужно. Когда все вредные бактерии в зоне уничтожаются, бактериофаг также удаляется из организма, не причиняя ему вреда. Что же происходит, если мы принимаем антибиотики? Чтобы антибиотик подействовал, его должно быть много. Поэтому врачи назначают таблетки несколько раз в день. Так концентрация препарата во всех тканях организма постепенно возрастает и доходит до терапевтической, то есть дающей лечебный эффект спустя трое суток. Но врачи продолжают прием антибиотиков до 7-10 дней, иначе недобитые бактерии приобретут к нему устойчивость. За это время из-за высокой дозы препарата у больного проявляется ряд побочных эффектов, поскольку антибиотик – это яд не только для бактерий, но и для организма. Почему бактерии устойчивы к антибиотикам, но не могут устоять перед фагами? Вторым главным преимуществом бактериофагов является то, что они эффективны, даже когда антибиотики бессильны. Бактерии, вызывающие у нас инфекцию, постепенно находят способы противостоять препаратам. Они эволюционируют, начинают вырабатывать ферменты, которые разрушают антибиотик, и эта способность передается всему поколению выжившей бактерии. Раньше устойчивость к антибиотикам возникала в течение 20-30 лет. За это время ученые успевали создавать новые поколения лекарств, и врачи успешно лечили все виды инфекций. Но сейчас, всего за 2-3 года, возбудители становятся невосприимчивы к антибиотикам. Чтобы бактерия приобрела устойчивость к фагу, она должна мутировать, поменять свой белковый код и строение рецептора на клеточной стенке, к которому фиксируется ее вирус-пожиратель. Но фаги тоже способны к эволюции. Поэтому для любой новой группы штамма-возбудителей обязательно образуется свой пожиратель. Эта гонка за выживание происходит постоянно. Пока существуют бактерии, будут существовать и их убийцы фаги. Поэтому, когда одна культура бактериофагов становится неэффективна, нужно просто выделить новую группу, чтобы вылечить инфекцию. А сделать это можно не за несколько лет и даже не месяцев, новый бактериофаг можно получить всего за 2-3 дня. Есть ли недостатки у бактериофагов? Несмотря на явные преимущества, бактериофаги уступают антибиотикам по нескольким параметрам. Поскольку фаги действуют как снайперы, нацеливаясь на конкретных бактерий, врач должен точно знать возбудителя инфекции. Высокая избирательность бактериофагов не позволяет использовать их, если инфекция вызвана сразу несколькими патогенными микробами. В таких случаях назначают антибиотики широкого спектра, действующие на целый ряд бактерий. Но и эта проблема разрешима. Чтобы фагопрепарат мог уничтожить все вредные бактерии в организме, создают коктейли из нескольких видов бактериофагов. Фаготерапия – маленькие помощники при серьезных инфекциях. На первый взгляд кажется странным, что вирус может быть использован для лечения. Но сегодня большое количество серьезных, гнойных и опасных для жизни инфекций лечатся фагами, вирусами, атакующими бактерии. При лечении бактериофагами важен один нюанс. Самостоятельно подобрать препарат вы не сможете, поскольку каждый коктейль из бактериофагов чувствителен только к определенным группам бактерий, штаммам и абсолютно неэффективен, если у вас выявили другие варианты того же вида. Если врач решит назначить вам фаготерапию, то сперва у вас возьмут анализы, чтобы выявить возбудителя и подобрать к нему пожирателя. В зависимости от воспаленного органа вам потребуется сдать следующие анализы. Анализ крови, анализ мочи, капрологическое исследование, исследование мокроты, мазок с кожей или слизистой оболочки. Взятый материал осматривают под микроскопом, а затем делают посев на питательную среду. Когда бактериальная колония начинает расти, лаборант уточняет вид возбудителя и добавляет в среду фаги. Если среда очистилась от возбудителей, значит фаг подобран верно, а лечение будет эффективным. С помощью бактериофагов лечат инфекции, вызванные следующими бактериями – кишечная палочка, стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка или псевдомонада, клепсиэлла, протей, энтерококки, возбудители дизентерии и сальмонеллеза. Иногда перед врачами даже не стоит выбор между антибиотиком и бактериофагом. Последние годы регистрируются вспышки кишечных инфекций, при которых ни один из антибиотиков не может помочь. Например, антибактериальная терапия практически бессильна при псевдомембранозном колите. Это воспаление толстой кишки, которое вызывается агрессивной бактерией Clostridium difficile. Из-за нее развивается тяжелая, опасная для жизни диарея. До недавнего времени псевдомембранозный колит можно было вылечить только с помощью пробиотиков. Больному фактически пересаживали новую микрофлору в кишечник, но оказалось, что бактериофаги могут уничтожить Clostridium гораздо быстрее и легче. Эффективность лечения была задокументирована американским сообществом микробиологов в 2016 году. Подробнее о видах инфекций, которые сегодня лечат фаготерапией, читайте в нашей статье, доступной по ссылке под видео. Еще одной всемирной проблемой медицины являются псевдомонады. Самый распространенный их вид – синегнойная палочка. Она часто вызывает внутрибольничную инфекцию или воспаление дыхательных путей, легких, среднего уха, мочевыводящих путей. Палочка устойчива не только к антибиотикам, но и к дезинфицирующим средствам, однако ее успешно уничтожают бактериофаги. Бактериофаги применяют не только у взрослых, но и у новорожденных при воспалительных болезнях и высоком риске заражения крови. Делитесь своими мыслями в комментариях, подписывайтесь на Здоровье сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Для нас очень важно ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok